МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей БукТВ! Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала. В студии Виталий Матюшин. Главные темы выпуска. Перед важным выбором. Как голосовал Брест и Брещане? За главным электоральным событием страны следили наши корреспонденты. Пополнение в рядах пограничников. 25 учащихся 5-х классов средней школы номер 31 стали кадетами пограничного военного патриотического класса, произнеся слова торжественной клятвы. Дальнобойные орудия, пусковые установки, боевые машины представлены для ознакомления широкой публики. Всего порядка 50 единиц техники. В Бресте прошла выставка военной техники и вооружения. Перед важным выбором. Сегодня, 27 февраля 2022 года, в Беларуси проходит республиканский референдум. Беларусы принимают свое решение по вопросу изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Всего в городе Бресте создано 133 участка для голосования. Они расположены согласно принципу территориальности, чтобы каждый гражданин имел право прийти туда, где ему будет ближе, согласно адресу прописки. Все участки города сегодня открылись ровно в 8 утра. До конца работы избирательных участков осталось совсем немного времени. А мы расскажем, как голосовал Брест и Брещане. За главным электоральным событием страны следили наши корреспонденты. Свой столетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Брещанин Федор Кириллович Фрюк. В паспорте дата рождения 26 февраля 1922 год. Именинник весь день принимал гостей. Поздравить юбиляра пришли не только внуки и правнуки. Здесь и глава администрации Ленинского района города Бреста Александр Власовец и другие гости. По случаю юбилея имениннику вручили новый паспорт. Пожелали крепкого здоровья, ведь это именно то, что в наше время необходимо. У нас в Ленинском районе есть очень хорошая традиция поздравлять 100-летних юбиляров, поздравлять их лично с вручением паспорта, который дает, так сказать, отчет новому витку их жизни. И, конечно, сегодня, шутя, я пожелал юбиляру прожить еще до, как минимум, до окончания срока действия его, теперь выданного сегодня паспорта. Всего у нас в районе 4 100-летних юбиляра. Конечно, оказывается внимание со стороны администрации Ленинского района, со стороны органов соцзащиты. Ветеранская организация Ленинского района и города поздравляют со всеми праздниками. Это люди, которым нужно внимание, нужен уход. 100 лет – это не просто долгий жизненный путь, это еще огромная мудрость и опыт. И невероятная, как демонстрирует сам Федор Кириллович, бодрость духа, которую он не теряет и сегодня. А на вопрос о секрете своего долголетия участник Великой Отечественной войны отметил – семья рядом, а это главное. Мы очень рады, что он дожил до этого возраста, что он находится рядом с нами. Потому что для нас, для всех, кто его любит и ценит, для родных и близких, он самый дорогой человек на этом свете. Он наш стержень, он наш оплот, он тот, за кого мы держимся всеми силами. Потому что хороший совет, дружеская поддержка, финансовая поддержка, что немаловажно для нас, молодежи – это все наш дедушка. Он всегда нас поддержит, он всегда поможет нам, всегда подскажет и защитит. Это самое главное. Федор Кириллович не скрывает своей радости, что же с новым документом на дому он сможет принять участие в голосовании, поскольку понимает, что референдум – важное событие в жизни нашей страны. Федор Кириллович – участник Великой Отечественной войны. Еще вчера отпраздновал свой столетний юбилей. Много добрых слов сказано в адрес Федора Фрюка. Пожелания крепкого здоровья, доброго настроения и долголетия. Подарки, цветы и, конечно же, новый паспорт, с которым уже сегодня принимают участие в референдуме по изменениям в Конституции. Для людей старшего поколения на участках предусмотрены переносные урны для голосования на дому. Отрадно, что Федор Кириллович отдал свой голос за изменения в Конституции, а точнее за мир, стабильность и лучшую жизнь для внуков и правнуков. В основной день голосования 27 февраля в 8 часов утра первым на избирательном участке номер один проголосовал губернатор Брестской области Юрий Шулейко. Стоит отметить, что на этом пункте для голосования зарегистрировано 1670 избирателей, а досрочно проголосовало уже 750. Сегодня я на избирательном участке, моя семья, и мы голосуем за будущее. Я голосую за Конституцию для своих детей, которая будет дальше развивать наше государство и такими же уверенными путями идти вперед, несмотря ни на что сегодня. Юрий Шулейко отметил, какие изменения и дополнения в Конституцию наиболее важны на его взгляд, а также обратил внимание на высокую организацию проведения голосования на избирательном участке. Я сегодня знаком с теми изменениями и поправками, которые будут внесены, а потом в дальнейшем, если будет принята Конституция, они будут доработаны соответствующие законы. Конечно, это социальная гарантия, это устойчивая политика, это основное направление нашей страны, которое мы уже придерживаемся много-много лет. Съемочная группа телеканала БУК-ТВ отправилась на избирательный участок номер один и во второй раз, чтобы понаблюдать за тем, как идет ход голосования. Стоит отметить, что брещане – люди с активной позицией, поэтому охотно идут отдавать свои голоса. Вот и наступил основной день референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Сейчас мы находимся на избирательном участке для голосования номер один. Если в 8 часов утра здесь было не очень многолюдно, то уже ближе к обеду людей больше. Город Брест просыпается, и его жители идут выполнять свой гражданский долг. Утро началось с того, что нам пришел голосовать губернатор области. Затем где-то ближе к 9 часам уже стали активнее подходить избиратели с нашего участка. К обеду я вижу, что уже еще усиливается количество желающих отдать свой голос. Поэтому все идет по плану спокойно, в доброжелательной обстановке. Сколько людей, столько и мнений. Но времени для их предоставления и сбора было достаточно. Теперь наступило время голосовать. И мы отправляемся узнать, как проходит голосование на самых разных участках города. 22-й участок расположился в центре Бреста на территории общежития Брестского колледжа железнодорожного транспорта. Здесь, согласно спискам, имеют право отдать свой голос жители улиц Гоголя, Буденного, Советской, Куйбышева и Карбышева, а также бульвара космонавтов. Лидия Нестерук считает, что своим голосом каждый вносит вклад в будущее, и такую возможность нельзя упускать. Мы с мужем пришли вместе проголосовать. Мы за нашу Беларусь пресветающую, мы за нашего президента, за наши все новшества, которые велись. Потому что вот сейчас мы идем на избирательный участок, а сами рассуждаем, что как у нас все хорошо. Поэтому люди должны все это понять, все это осмыслить и сделать правильный выбор. В основной день референдума здесь отмечают повышенную активность, но немалое количество граждан воспользовались возможностью проголосовать досрочно. На нашем участке, конечно же, очень большое количество пожилых граждан, но в период досрочного голосования, со вторника по субботу включительно, очень активно граждане шли. На нашем участке проголосовало за период досрочного голосования более 40% избирателей. Приходили вот в период досрочного голосования граждане равномерно, но очень большое количество людей приходило после окончания рабочего времени, буквально перед закрытием избирательного участка. А на участках для голосования номер 72 и 73 для избирателей создают особое праздничное настроение. Для этого их встречают с оркестром. Вот на такой позитивной ноте брещане приходили в среднюю школу номер один, чтобы выразить свое мнение к изменениям в Конституцию. Внутри светло, просторное, эстетичное. Четыре кабинки для граждан, комфортные условия для голосования, индивидуальный подход к каждому. Всех пришедших встречали на входе доброжелательно и с улыбкой. Особенно здесь рады видеть своих выпускников. Границы нашего участка находятся на улицах Колесника, четная сторона, улица Морозова, улица Краснознаменная. Вчера закончилось досрочное голосование. На нашем участке проголосовало более 45%. На участок шли люди разного возраста, и молодые, и более взрослые люди. Хотя наш участок, он довольно молодой, потому что у улицы Морозова там поселилась молодежь. Очень приятно, что на участок идут те ребята, которые учились когда-то в нашей школе. Все избиратели, которые достигли 18 лет, они получили праздничные, ну скажем, такие сувениры. Таким образом поздравили более 10 молодых людей с их первым голосованием и на участке номер 20 Ленинского района. Вот и Даниил Антошин, которому 18 лет, был приятно удивлен. Избирательный участок находится в моей родной школе, в которой я учился и выпустился. Так что это было одной из причин, чтобы прийти проголосовать. Ну и к тому же это мой гражданский долг. Положительные впечатления от посещения участка остались не только у него. Буквально вчера здесь побывала наблюдатель из Австрии. Сказала, что у нас все достаточно прозрачно, все очень понятно. И сказала, что комиссия работает на достаточно высоком уровне. У нас участок находится в самом центре города. Он охватывает улицы Советская, Куйбышева, Держинского, Карбышева. И, скажем, здесь достаточно большое количество у нас избирателей уже в возрасте. Но хочется отметить, что на досрочном голосовании очень много приходило и молодежи. На досрочном голосовании у нас проголосовало 45%. Явка достаточно высокая. Но я объясняю это тем, что все-таки непростая эпидемиологическая ситуация. И люди все-таки считают, что надо прийти проголосовать досрочно и обезопасить себя и своих родных. Ямал-Брещан с улиц Махновича, Сальникова, Грибоедова, Подгородской, Варшавского шоссе последовали этому правилу и на участках для голосования по референдуму номер 75 и 76. Показатель досрочного голосования составил чуть более 46%. Сейчас идет в основном молодые и среднего возраста люди. Приходят действительно с семьями, с детками. Многие деткам дают возможность вбросить бюллетни. Чувствуется, что праздник был у нас и музыка. Сейчас у нас начнется концерт для избирателей. Поэтому, наверное, действительно у людей все-таки праздник. Вариантов ответов всего два – за или против. А вот возможностей проголосовать было более чем достаточно. Все желающие могли прийти на досрочное голосование, которое длилось несколько дней. Но большинство граждан отдают свой голос в основной день референдума. Но даже для тех, кто не смог прийти, есть вариант голосования на дому. Действительно, тот, кто по состоянию, здоровье или иным причинам не смог прийти проголосовать, сделать это можно было на дому. Участковые комиссии на протяжении долгого времени принимали такие заявки. Одна из таких поступила от брещанки Людмилы Шулеповой. Она прошла большой жизненный путь. Болезнь сказалась на ее здоровье. Но женщина не потеряла присутствие духа. Утром воскресного дня она с волнением ждала гостей, а точнее представителей избирательной комиссии. Хотя ей не впервой голосовать дома, она всегда участвовала в значимых политических событиях, которые проходили, и уверена, что, как и раньше, выбирали правильную дорогу. Народ не ошибется и сейчас. Сегодняшний реферирум, конечно, важен для будущего нашего поколения. Я проработал очень долгие годы в образовании. Хочу сказать, чтобы, конечно, все изменения, которые касаются образования, должны быть достойны. Достойны советской школы образования. В общем, пожелание будущему поколению соблюдать те традиции, ценности, которые были заложены в наше советское время. В нашем кодексе чести и воспитания. Граждане сохраняют спокойствие и трезво мыслят, и голосуют так, чтобы мирно жить на прекрасной белорусской земле. Ура! Молодцы! В Брестском техническом университете также активно прошел процесс ватирования. Стоит отметить, что сегодня голосовали в основном жители района, так как 97% обучающихся здесь студентов проголосовало досрочно. Провели огромное количество диалоговых площадок, огромное количество встреч с депутатами. Было много представителей государственной власти, преподавателей, деканы, проректорский состав, ректор университета. Все мы были в коллективах университета, коллектива студентов для того, чтобы им разъяснить, что это такое, какие дополнения, какие изменения были внесены в Конституцию. Поэтому ребята у нас были подготовлены, и они с удовольствием приняли участие в досрочном голосовании. Проявили свою активность. Сегодня мы заключительный день также проводим работу на участках, и поэтому думаю, что все состоится, все будет. Это наше будущее, будущее наших детей. Это наша жизнь. Без этого мы не сможем. А как вы относитесь вообще к призывам, не голосовая? Против. Потому что я люблю Беларусь свою. Дальнейшее будущее. Определяем, как будем жить дальше. Беларусь голосует за будущее. Сегодня основной день референдума по изменениям Конституции. К нему мы шли не один месяц. Готовились, изучали предложения и сами участвовали в разработке основного закона. Поэтому, несмотря на выходной день, люди идут, чтобы отдать свой голос. Ведь это гражданский долг каждого из нас прийти и проголосовать. Многие беларусы до референдума решили воспользоваться возможностью досрочно проголосовать. Вероятно, это было обусловлено эпидемиологической обстановкой. Люди просто старались не собираться на участках. Именно в основной день голосования. Но и сегодня, 27 февраля, людей много. В воскресный день беларусы продолжают активно идти на участки, где выражают свою гражданскую позицию по обновленной Конституции. Чтобы процесс осуществлялся согласно законодательству, за ходом референдума следят многочисленные наблюдатели. Бюллетень содержит вопрос, примете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь. И два варианта ответа. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, обладавших правом голоса. Люди приходят. Сейчас количество людей, которые принимают участие в избирательной кампании, к обеду увеличивается. Люди идут семьями, люди идут по одному. Люди идут позитивно, люди идут с желанием отдать свой голос и выразить свое воле и заявление относительно тех изменений, которые будут несены в Конституцию. Подводя итоги досрочного голосования и начало основного дня, председатель Брестского обл. сполкома Юрий Шулейко провел встречу с членами наблюдательной комиссии на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Стоит отметить, что как местные наблюдатели, так и из-за рубежа, все отметили высокую подготовку и организацию проведения голосования. Мы как наблюдатели от СНГ фиксируем очень высокий уровень подготовки. Мероприятия подготовлены очень качественно, имели возможность убедиться вчера в Иванцевичском районе, мы посетили несколько избирательных участков. До этого мы посещали Барановичский район, смотрели там работу по подготовке. Сегодня с утра и вчера весь день мы смотрели, как вчера мы наблюдали заключительный день досрочного голосования. Приятно были удивлены тем, что до досрочного голосования приходят не только люди старшего поколения, но и молодые люди, молодежь активно голосует. Изменения и дополнения в Конституцию вносились также, исходя из опыта стран ближнего зарубежья. Также глава области отметил высокую явку на избирательных участках в период досрочного голосования. По всей Брестской области уже свой голос отдали порядка 450 тысяч человек, а это 45% от тех, кто имеет возможность проголосовать. Факт, что у нас почти 45%, какие-то неполные, и то они есть, я насколько уже понимаю, это хороший результат непосредственно. Как в любом случае есть прогнозы, сколько сегодня активно примет участие, сколько у нас избирателей, сколько мы предполагаем, придется с учета различного уровня выборов. И главы государства, и в том числе по референдуму, и депутатские непосредственно, то я считаю, что такая явка прогнозируемая, абсолютно выразительная будет по Брестской области, что народ придет. Даже для нас такая активность явилась определенной неожиданностью. Ну вот досрочно проголосовали, у нас есть данные по досрочному голосованию, 44,98, ну считаем 45% избирателей, но такой явки по досрочному голосованию не было никогда, поэтому должен отметить, что это и для нас было неожиданностью, что люди очень активно шли. Но я понимаю так, и мы при встречах различных избирателей, и в средствах у нас информации, в принципе, к этому призывали, с точки зрения прежде всего эпидемиологической обстановки, чтобы в день голосования не создавать очереди на участках, и чтобы была нормально обеспечена безопасность как организаторов выборов, так и избирателей. В Брестской области сегодня работают 883 участка для голосования по вопросу внесения и изменений дополнений в Конституцию Республики Беларусь. В том числе участки, расположенные в учреждениях здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, больницах, санаториях, домах отдыха, профилакториях. Напомним, что сегодня последний шанс проголосовать на референдуме, и сделать это можно до 20.00. Пожалуйста. Продолжаем выпуск. И многолетнее сотрудничество, в рамках которого ребята встречаются с воинами-интернационалистами, военнослужащими и ветеранами пограничной службы, участвуют в различных мероприятиях и совместно отмечают праздники. Ежегодно одним из самых торжественных и памятных моментов для учеников пятых классов является вступление в ряды отряда и день произнесения торжественной клятвы. Подробности в следующем материале выпуска. Строгая форма и безупречная выправка. Волнение внутри, но не на лицах. Учащиеся пятого бык-класса ждали этого торжественного дня, неделю за неделей оттачивая навыки строевой подготовки, заучивая слова клятвы наизусть. Быть честным и верным товарищем. Быть образцом в учёбе и поведении. Быть образцом в учёбе и поведении. Каждое из слов под стук сердца. С этого момента 25 мальчишек и девчонок вступают в ряды воспитанников Брестского пограничного военно-патриотического отряда. Ребят пришли поддержать родителей и наставники. Удостоверение вручали каждому лично почётные гости. Сегодня в нашем учреждении очень важный и значительный день. В 2014 году в учреждении образования были открыты первые военно-патриотические классы. А в 2017 году создано первое в республике объединение Брестский пограничный военно-патриотический отряд. Сегодня наш отряд пополнится 25 юными воспитанниками. Я желаю им в первую очередь и наш коллектив успеха в учёбе. Расти культурными, грамотными и нравственными людьми. И быть настоящими патриотами своей страны. Город Брест – это город пограничников. Здесь такой большой мемориальный комплекс в Брестской крепости. Который нам показывает, как здесь пограничники отдавали свою жизнь. Поэтому для нас очень это важно. Чтобы будущие офицеры были именно в Брещане, выход из города Бреста. Впереди предстоит ежедневная работа над собой. Иностранный язык на повышенном уровне. Усиленная математиком множеством мероприятий патриотической направленности. Уроки героической истории, этика и строгой дисциплины лягут в основу образования и воспитания этих ребят. Я горда, что я пошла в этот класс. Потому что в этом классе постоянно бывают встречи с важными людьми и классные мероприятия. Сюда приезжают ветераны. Я захотела в этот класс, потому что мне понравилась форма. Я смотрела на старшеклассников, смотрела, как они маршируют. И мне захотелось тоже маршировать. Я хочу быть образцом для других, найти много друзей, узнать много нового, узнать историю о войне, об Ревской крепости. Мы должны быть ответственными, любить родину, уважать старших, защищать меньших, слабых. Приятно смотреть на новый военно-патриотический класс. Когда-то мы были тоже такими. И можно сказать, что они будут еще лучше, чем мы. Они добьются своей цели. Мы хотим им пожелать всего самого наилучшего, чтобы у них все было хорошо. И успехов в учебе. Сегодня в военно-патриотических классах 31-й школы учатся 151 ученик. Они являются гордостью школы. Первые выпускники уже поступили в институт пограничной службы. Теперь им готовят достойную смену. Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле. Сегодня на стоянке у здания Ледового дворца состоялась выставка техники и вооружения всех воинских частей и соединений, расположенных в черте города Бреста. Дальнобойные орудия, пусковые установки, боевые машины представлены для ознакомления широкой публике. Всего порядка 50 единиц техники. Цель мероприятия – патриотическое воспитание детей и подростков. Тематическую выставку посетил и губернатор Брестской области Юрий Шулейко. Все подробности у нашего корреспондента Александра Богдановича. Выставка вооружения Брестских воинских частей и соединений, приуроченная ко Дню Защитника Отечества, прошла в Бресте на стоянке у Ледового дворца. Представленные боевые машины и вооружения – это современное достижение белорусской армии. Выставку посетило большое количество людей, порядка тысячи брещан, среди которых съемочная группа телеканала БУК-ТВ заметила и губернатора области Юрия Шулейко, который также с интересом рассматривал военную технику. Это говорит о том, что людям интересно, какое вооружение стоит на страже нашей страны. Детям дали возможность освоить любую боевую единицу и почувствовать себя военным, а взрослым вспомнить о былых временах службы в вооруженных силах. Ну, ребенка привел своего, интересно ему. А что именно ему интересно? Может, он в будущем хочет стать военным или вы, как отец, хотите привить ему эту любовь? Ну, возможно, все. Конечно, мы больше к МЧС тянемся, но это все-таки дети им интересны, и военная техника, и все остальное, как говорится, подержать автомат в руках настоящий. А что для себя, может, уже увидели? Или вы только пришли? Ну, мы пришли, как бы, посмотрели уже все, и, в принципе, очень все интересно, особенно комплекс радиоэлектронной борьбы, вот, что, как бы, конкретно меня больше всего бы завлекло. Тебе нравится, ну, вот, военная техника? Нравится. А чем? Ну, тем, что она посещает родину. Погулять, посмотреть, показать деткам. А что, может, уже увидели? Ну, мы только оружие успели посмотреть вначале, и вот и танк. И какие эмоции у вас, у ваших детей? Ну, интересно, детям очень интересно, частенько бы так. Конечно, представленная техника не вся современных образцов. Некоторая стояла еще на вооружении Советского Союза, к примеру, гаубица до 30. Но белорусская армия нашла отличный способ синхронизировать современное вооружение с уже давно укоренившимся. Дело в том, что опытное поколение военных постоянно передает опыт молодым военнослужащим. А в свою очередь молодые солдаты, прекрасно владеющие нынешними гаджетами, без труда учатся использовать новые технологии. У нас здесь представлены вооружения. Это комплексы С-300, видно здесь на заднем плане. Это воинская часть 92-904-115, это ракетный полк. Значит, представлены артиллерийские орудия 111-й артиллерийской бригады и ураган, система залпового огня ураган. Здесь представлены вооружения 38-й отдельно-десантно-штурмовой бригады. Появились новые автомобили на вооружение, это Волот, Кайман. В 48-м батальоне вы видите на базе «Фольксвагена» автомобиля новая станция радиопомех. Очень сильно поменялось вооружение, оснастилось в органах пограничной службы, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ну, то есть вот такие образцы вооружения представлены. И на них сейчас, как я уже сказал ранее, подразделения, воинские части выполняют свои задачи. Выставка вооружения приурочена к 23 февраля. Представленные здесь единицы вооружения, направленные на уничтожение как живой силы противника и специальных средств, так и укреплений. Боевые машины вызывают неподдельный интерес у публики. Но за сухим определением «живая сила» скрываются обычные люди. Поэтому пусть лучше эта военная техника используется исключительно в целях патриотического воспитания молодежи, чем при реальных боевых действиях. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть в социальных сетях. Я Виталий Матюшин. Желаю вам мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости пусть будут только добрыми. Виталий Матюшин. Желаю вам мира и стабильности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.